Сегодня мы будем говорить о неотвратимости наказания, о том, что это должно стать одним из главных постулатов построения справедливого Казахстана. Конечно же, информационным поводом для сегодняшней темы стало заключительное заседание суда по делу экс-министра нации экономики Куанды Кабишимбаева, которого обвинили в убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Я Сергей Гергеле, в эфире Ток-шоу «Итоги» и мы начинаем. Суд, рассмотревший дело против Бишимбаева, вызвал огромный резонанс, причем не только в Казахстане, но и за его пределами. Поднялась мощная волна общественной дискуссии о необходимости законодательно защитить жертв домашнего насилия. И вот на этом фоне президент Республики Казахстан Касым Жмартукаев подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие и направленный на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей. Необходимость принятия закона о криминализации домашнего насилия созрела уже давно. Ежегодно от действий абьюзеров страдают десятки женщин и детей, многие из них погибают. И дело Бишимбаева стало некоторым триггером, заставившим обратить самое пристальное внимание государства на эту проблему. Примечательно, что обвинительный вердикт по этому делу выносили присяжные заседатели. Для отечественного суда производства такая практика – нечастое явление. А еще впервые в истории отечественного правосудия этот процесс практически полностью транслировали в онлайн-режиме. И наблюдать за ним могли не только казахстанцы. Станет ли это дело показательным примером? Стоит ли считать его прецедентом, после которого никто не сможет уйти от наказания, независимо от финансового состояния или политического положения? Мы и поговорим сегодня. В присутствии нашей дискуссии вы, уважаемые телезрители, сделать это просто, написав нам на WhatsApp или же дозвонившись к нам в прямой эфир. Номера телефонов вы сейчас видите у себя на экране. А еще вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, считаете ли вы справедливым приговор Бишимбаеву. Отсканируйте QR-код на экране и пройдите по ссылке. Голосуйте, комментируйте и задавайте ваши вопросы. Я же представляю наших гостей в студии. У нас сегодня Лизат Тимиржанова, кандидат юридических наук, доцент университета Туран-Астана, член коллегии адвокатов Астаны. Баян Айтыкова, член коллегии адвокатов Астаны. И Еркин Сыздыков, психолог. Вам добрый вечер. Спасибо, что пришли. С нами также на связи по онлайн будет Игорь Вранчев, адвокат пострадавшей стороны. Игорь, вам тоже добрый вечер. Как слышите? К сожалению, связь еще пока не установили, но я думаю, что он в процессе нашего обсуждения подключится к нам. Но давайте начнем с того, что в этом деле многие, очень многие опасались мягкого приговора. То есть, вот это был именно такой общественный нарратив о том, что должны посадить надолго, чуть ли не навсегда. Вот по вашему приговор справедливый или все-таки вы рассчитывали на максимальный срок? Я полагаю, можно ответить на этот вопрос. Я полагаю, что действительно на данный момент, это мое лично сугубо мнение, что приговор справедливый и в достаточной степени действительно полно рассмотревший все обстоятельства дела и назначивший суд с участием присяжного заседателя назначил то наказание, которое необходимо для исправления подсудимых, осужденных уже на данный момент. Поскольку действительно тут был общественный такой интерес именно уже к фигурантам данного дела, непосредственно к Бешимбаеву как бывшему министру. Поэтому то, что процесс действительно был онлайн, это приковало много внимания как казахстанцев, так и Европа, Азия смотрела. Поэтому я думаю, что вот это тоже основание для того, чтобы общественное мнение сформировано было достаточно различное, поскольку имели возможность комментарии писать, высказывать свое мнение. И, конечно, большинство было за то, чтобы дали пожизненное решение свободы. Баня, вы как считаете? Дело в том, что я бы хотела сказать, что почему этот процесс Бешимбаева стал общественным резонансом, потому что здесь идет насилие. Ну, под насилием часто понимают это использование силы или угрозы силы, что может привести к травме, ущербу. То есть вы не считаете, что это просто персона Бешимбаева привлекла к себе такое внимание? Да. То есть у нас ежегодно от рук домашних тиранов погибает до 100 женщин. Это проблема семейного. Это проблема большая. Да, проблема семейного насилия. То есть с особой жестокостью. Но здесь именно вот это дело было показательным, мне кажется, потому что его все-таки освещали в онлайн-режиме, сделали максимально прозрачным, максимально открытым. Здесь интересно, что действительно сам процесс в дальнейшем, скорее всего, будет как настольной книгой, учебником для студентов, юридических вузов. Да, потому что, с одной стороны, на данный момент это персона, во-первых, играет роль, во-вторых, то, что действительно онлайн-процесс, это первый процесс, который действительно детально показывали каждые допросы. И так далее. Поэтому это было интересно для каждого. То есть они смотрели фактически какой-то фильм. К сожалению, в наше время же этой болезненной раной общественно является проблема семейного насилия. Так же ведь? Поэтому, говорит, кому-то о бытовом насилии не принято. Кому хочется вносить, например, ссор из збы. Поэтому кто-то как-то принято считать, что это внутренние семейные проблемы. Ее, значит, любят. Да, мы давно живем со стереотипом, что домашнее насилие – это всего лишь бытовая ссора между мужем и женой, которая происходит. Но это всего лишь, ну, они социальные проблемы. Поэтому нам важно, в первую очередь, изменить общественные мнения. Поэтому я думаю, что в связи с этим, я думаю, процесс Бешимбаева стал общественным резонансом. Что открыто на всю республику, на международном уровне шля прямая трансляция в режиме онлайн. Стали смотреть не только зрители Республики Казахстана, а, можно сказать, зрители всего мира смотрели этот процесс. Можно сказать, что, действительно, если, допустим, это среднестатистическое, если обычная судебная следственная практика, как вы уже правильно подметили, максимально, наверное, 12-15 лет дали бы, скорее всего. Но тут то, что действительно общественный резонанс это вызвало, и по совокупности, по крайней мере, я думаю, что, в принципе, это нормальный срок. Смотрите, я правильно понимаю, вы сейчас имеете в виду, что если бы не общественный резонанс, то господин Бешимбаев бы оделся максимум 15 годами. Но так, как следило за этим общество, просто не было морального права дать ему меньше. Я правильно понимаю? Да, это правильно. Здесь еще, видите, еще дополнительный состав был истязан. Это было справедливо, это решение суда. И здесь надо главный фактор все-таки назвать. Это суд присяжных. Это не единоличное решение суды. Это представители, так сказать, народа, представители общественных, которые, конечно, прислушивались к глазу общественности, к этому общественному резонансу. Хотя они должны были. Не должны были. Мы не знаем, прислушивались они или нет, но им изначально было сказано, чтобы они не смотрели. В любом случае, это не решение представителя нашей юриспрезиденции суда. Это простых граждан. Это мнение простых граждан. Один из плюсов, потому что там 10 присяжных соседателей, судья, в дальнейшем коллегиально приняли решение. И все-таки это справедливости. Да. То есть вы считаете, 24 года это... Это очень самый главный, максимальный срок, самый максимальный срок 24 года. Максимально это было бы пожизненно. Пожизненно в данном случае не дали бы в любом случае. Почему? Потому что пожизненный срок у нас на практике пока еще за одну бесконечную не давали, если честно сказать. Ну да, я понимаю, что должны были все 11 человек, то есть судья и 10 присяжных заседателей проголосовать, признать Бешимбаева виновным. Да, я так понимаю, что один человек все-таки не согласился. Есть плюсы, конечно, потому что общество призадумалось, у кого есть, получается, дочери, сестры, матери, жены, которые находятся действительно в такой ситуации, что им действительно нужно бить в колокола, что нужно обращаться в правоохранительные органы. Скорее всего, после этого процесса количество и заявлений будет в количественном плане увеличиться. Потому что это определенный риск. Понятно, что вот адвокаты Бешимбаева хотели некого снисхождения. Тем более, что практика показывает, что суды с присяжными заседателями чаще выносят оправдательные приговоры, нежели профессиональные судьи. Вот на ваш взгляд, вот эта ставка сыграла или нет все-таки? То есть я так понимаю, что не сыграла. Да, здесь не сыграла. Хотя сам Бешимбаев просил вот этот суд с присяжным, это его желание было провести суд с присяжным, но, к сожалению, у него... Ну, надо отдать ему должное. Он разрешил этот суд открытым сделать крысы, открытым, не закрыл его, транслировать. Все это же, так сказать, потерпевшая страна тоже не было. Ну, это же не Бешимбаев решает, это председательство по делу решает. Но он не закрыл. По ходатайству со стороны защиты Бешимбаева. Он не против было иметь в виду. Если бы он был защитой, если бы он был против, процесс был бы закрытым? Нет, потому что там, в любом случае, если другие ходатайства поступали бы в отношении... Другие же ходатайства, если обвиняемый против открытого суда, разве суд не закрывается? Видите, там же еще другие лица, так же ходатайства были, процесс был бы... Другие лица были, поэтому... То есть это спорный вопрос, неизвестно, как бы судья отреагировал. Получается, ставка не сыграла. Если бы это дело рассматривал один профессиональный судья, то есть как бы был вынесен приговор? То есть из профессиональной точки зрения, то есть получил бы он 24 года, или он тоже, может быть, отделался этим 12-15 годами? 24 года, это по частичному сложению назначенных наказаний, по совокупности преступлений он получил. Там по убийству с особой жестокостью он 20 лет, и по истязаниям 7. В общей сложности по 58 ему дали, по совокупности преступлений дали 24 года. Поэтому здесь уже суд решал бы, профессиональный судья сам бы решался. Но вот если прочитали, судья бы, он приговорил бы к 24 годам, основываясь на нашу практику все-таки, вы ближе к ней? Я думаю, что нет, 24 года бы не дали. То есть вот получается ставка... Потому что там санкция до 20 лет лишения свободы фактически, и там максимально было? 7 лет там максимально, поэтому вряд ли. Вряд ли бы. Общей сложности ему уже 20 дали бы, но не больше. Мы так думаем, да. Потому что два состава минено. Поэтому... Просто с одной стороны, действительно, все-таки определенная заслуга, плюс есть, что стали на это обращать внимание, что это действительно придало общественный резонанс, что сподвигли на то, чтобы быстрее приняли закон, это где-то на ужесточение. И, соответственно, мне кажется, больше стало желающих, в том числе студентов, будущие абитуриенты, выпускники школ, которые активно прямо этим интересовались, студенты других специальностей, не юридических, да, обсуждали, входили в полемику. То есть им уже интересно профессии адвоката, и судьи, и прокурора. И, с одной стороны, это был положительный момент, я думаю. Потому что... Ну, это вы как преподаватель. И, соответственно, правовой... В какой-то степени правовой ликбез для тех лиц, которые далеки от юриспруденции. Игорь Камбин, что вы хотите сказать? Действительно, да. Многие загорелись этим делом. И я уверен, наверняка, что сейчас молодежь подумает, вот те, которые на этом рубеже, да, заканчивают 11 класс, наверняка, это, кстати, учтут эти моменты. Вот это и общественный резонанс, и как это дело все прошло. Мне само очень понравилось, и все действительно смотрели этот процесс. Но, с другой стороны, вот по мнению некоторых блогеров, которые ведут метрики, кто смотрел этот процесс, кто не смотрел этот процесс. И если разделить его по половому признаку, то мы видим, что процесс в основном до 70% смотрели женщины. Да, в основном женщины смотрели. Мужчины, так сказать... То есть для мужчин это норма. Да. И 24 года это неприемлемый срок. Но, с другой стороны, еще тоже один показатель, что действительно есть эта проблема. И женщины-то его просто переживают. И, соответственно, они... Разделение взгляда в этой проблеме. Как раз обсуждали о том, что у нас даже мажористмены тянулись с этим законом. Да, да, да. И вот именно ситуация именно с Салтанат Нукеновой была неким таким триггером, послужила принятию вот этого нового закона. Возможно, это и наш предприятие. Давайте вот вместе взглянем на некоторые подобные резонансные дела в Казахстане и кто, сколько за содеянное получил. Итак, Канад Садов в 2015 году с особой жестокостью убил свою бывшую супругу. Он встретил ее возле дома, облил бензином и поджег. Светлана Садова скончалась на четвертые сутки в больнице. В своем последнем слое подсудимый вины не признал. Приговорен к 18 годам в исправительной колонии строгого режима. Следующий. Руслан Тарбаев в состоянии алкогольного опьянения избил свою жену, которая от полученных травм, телесных повреждений скончалась. Ажар Шадеева погибла от рук своего 29-летнего супруга в свой 27-й день рождения. Приговорен к 12 годам лишения свободы. Ну вот, наверное, самый интересный случай. Талгат Нуртаев нанес бывшей супруге 18 ножевых ранений. Аймана Санова доставили в больницу, где через трое суток она скончалась. Суд проходил с участием, внимание, присяжных заседателей, которые не усмотрели умысла и посчитали убийство совершено в состоянии аффекта. В итоге Талгат Нуртаев был приговорен к полутора годам заключения. Однако после нового судебного разбирательства из-за допущенных нарушений подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Вот теперь смотреть, если сравнивать вот эти все дела, то есть 12, 11, 18, самое жестокое преступление было у Садуова, да? Да, да, который получил самые меньшие приказания. Да, 18 лет он получил, еще меньше, чем Бешимбаев. То есть он обжег, поджег, то есть вот Бешимбаев так с ним коррелирует. Вот что значит общественный резонанс? Вы говорите, присяжные к нему не прислушивались? Все-таки, да, открытость процесса на многое повлияла. И это правильно, что все-таки процесс был открытым, и действительно простые граждане могли комментировать, и эти комментарии, их мнения, они сформировали и повлияли на общественное мнение. И, соответственно, мне кажется, в любом случае тоже повлияли и в целом на мнение. Но все-таки, если сейчас говорить, это вот станет неким таким прецедентом в нашей судебной практике, что все-таки вот по этим делам будут выносить более жесткие приговоры, или это все-таки единичный случай? Я так полагаю, что это все зависит от дел, но тем не менее, мне кажется, если действительно все-таки ужесточается наказание, переводят в разряд более тяжких и так далее, я полагаю, что все-таки это будет прецедентом. Поправки возвращаются статьи, там, о побоях. Действительно, все-таки с семейно-бытовым насилием необходимо бороться. А как бороться? Только таким способом, поскольку по-другому не понимают раз. Либо менталитет влияет на это, непонятно, но либо наша женская половина во многом потворствует этому, полагая, что это так и должно быть. То есть, если бьет, значит, любит, или по-другому понимая. Я полагаю, что в любом случае, если есть какое-то нарушение прав, должны реагировать соответственно. Если бы общество это пропустило, ничего такого бы не было, да? Да, я думаю, таких жестких уже не будет. Ну, к тому мы и идем. Справедливый Казахстан, для чего он предвыборной кампании Токаев это заложил же, и мне кажется, это правильно. И это одно из действенных шагов, чтобы уже двигаться в этом направлении, в положительном именно, чтобы действительно реализовать данные направления. Справедливый Казахстан для всех, для каждого, включая усиление ответственности. Ну, тогда опять же вернемся к вопросу, будет ли это прецедент, хоть и не прецедентно у нас права, и всем остальным таким же домашним тиранам за убийство будут выносить настолько жесткие. Ну, видите, вот тут все равно индивидуально каждый состав. То есть индивидуально? Мы говорим, что все-таки 24 года это по совокупности преступлений. Так ему дали, по убийству с особой жестокостью 20 лет максимально поназначено. Поэтому там все исходит из обстоятельств дела, от объективных действий. От доказательства, да, много зависит. Иркин, вот смотрите, там, когда шел процесс, то есть очень была такая хорошая психологическая игра Бешимбаев. Он все время представал перед присяжными заседателями неким таким, ну, чуть ли не мессией. Говорил о Боге, какие-то такие вещи правильные, суждения, умозаключения были. Это вот, по-вашему, была именно игра для присяжных, или он действительно такой человек? То есть можно ли судить вообще о человеке? Вы следили за процессом? Конечно, да, я следил за процессом. То есть вот как вы можете психотип его охарактеризовать, описать вообще, что за человек? Потому что вот тут разные совершенно мнения. То есть от садиста до нарцисса, то есть и вместе это все. Хорошо, значит, смотрите, если пока не углубляться в те сферы, которые вы в последнем перечислили, это человек с очень прокачанными скилзами, как коммуникативными, выступления на публику, ораторство, точно так же тонко учитывающийся любого слушателя, который перед ним сидит. Я не знаю, заглядывал в глаза присяжным или нет, доступно они ему были или нет, но на тонком ментальном уровне, на речевом, на вербальном он отлично, хорошо это все делал. И я считаю, что этот человек прошел достаточное количество тренингов, я не знаю, коучингов в том числе, как психологических, вот этих, где ставятся именно от этих скилзов. Все-таки пройти там, вот, иметь тот бэкграунд, который он имел, все-таки этот человек должен быть достойным в смысле своих скилзов чисто управления. Управление, так сказать, теми слушателями, которые перед ним сидят, ну аудитория, грубо говоря. В том числе, как... То есть умение убеждать. Да, умение убеждать. Это харизма, это никуда не денешь, это, так сказать, есть. Но, тем не менее, не помогло. Или все-таки помогло избежать... Помогло, помогло, если бы не последние доказательства. Которые были у него на телефоне. Но он же сам дал разрешение, то есть дал пароль от телефона. Вы знаете, вот, моя версия такая, это чисто моя субъективная версия, она к юристам никакого отношения не имеет. Но я считаю, что все мы слышали, мы же не видели, да, но мы слышали, да, что было на этих видео. И там, значит, Салтанат в какой-то момент говорит, держит в руках рубашку, я так понял, окровавленную, и говорит, что это будет уликой. Мы все поняли, что это рубашка. Бешимбаев тоже так понял. Я не знаю, осознанно, неосознанно, но она его перехитрила. Она имела в виду не рубашку. Она имела в виду его страсть снимать на видео ее беззащитную и беспомощную. И он уничтожал эту рубашку. Рубашку же потом не нашли, следствие искала, так сказать. Она не всплыла, как улика, но всплыли эти видео. Вот про них он забыл. Он был слишком увлечен этой рубашкой, заметанием следов, ну, не знаю, что, вот такими вещами материальными. А про видео он свое встал. Он забыл его. Когда стали демонстрировать, он даже не помнил, что, оказывается, такие видео у него сохранились. Он, по вашему мнению, раскаялся в содеянном? То есть, или это просто была игра, опять же? То есть, если вот мимику, мимику, жесты, то есть, язык тела, если читать, то есть, что он говорил? То есть, я понимаю, что можно говорить одно, но язык жестов все равно выдастся. Вот настолько я это не присматривал, я больше, так сказать, прислушивался, но не присматривался. А по тембру всех вот этих речей, слов, фраз, которые он отдавал, они были все на одном уровне. Единственная просадка была по видео, а все остальное было, так сказать, на одном уровне. То есть, хорошо поставлено, заучено, хорошо отрежиссировано, хорошо продуманное посылы, так сказать, и в том числе, что касается извинений тоже. Это продуманное все. То есть, это не искренне. Это просто все заранее подготовлено, выштурдено, да, вот, конечно, так. То есть, ну, ваше мнение, тоже имеете право на него. Смотрите, то есть, получается, мы имеем такую картину, что если бы не телефон, я сейчас понимаю, да, то наказание было бы мягче. Вы согласны с этим? Да, мы согласны. Самые главные доказательства вот отсюда и вышло, с телефона видно было. То есть, вроде бы, как не изначально, он сам себя и подставил, да? Да, да, подставил. Вот мы начали затронуть тему справедливого Казахстана. Вот мы очень часто говорим о нем, что это уже как свершившийся факт. Но, тем не менее, я хочу задать такой вопрос. Должны ли все теперь судебные заседания, громкие судебные заседания, проходить в открытом режиме, в обязательном порядке? То есть, будет ли это ущемлением прав? Если мы на законодательном уровне введем, что если это громкое дело, если это резонансное дело, я, конечно, не знаю всех тонкостей юриспруденции, но, тем не менее, если такая возможность будет, можем ли мы каждое громкое дело также делать общественно доступным, транспарентным? Желательно бы коррупционные преступления сделали. Ну, любые резонансные дела. Да. Ну, моя точка зрения, допустим, я полагаю, что все-таки в любом случае все должно быть в соответствии с нормами УПК. Там должно учитываться мнение участников. И председатель, стоящий уже на основании этого, должен уже выносить соответствующее решение, будет ли этот процесс открытым, либо нет. Потому что, я думаю, не все процессы, все-таки, даже если они громкие, подлежат такой прям широкой огласке. Почему? Ну, это моя точка зрения. Потому что, если в обязательном порядке это вести, я думаю, все-таки это какое-то будет ограничение, нарушение прав участников процесса. Да, тут же еще нужно учитывать разжигание, не жнаться, допустим. Разжигание классовое. Тот же человек, который находится на данный момент под стражей, нуждается в защите, там, следственно арестованный и так далее. На данный момент подсудимый, как вы говорите, чтобы судебные процессы транслировались. То есть, в любом случае, мне кажется, будет уже какое-то нарушение прав, если он не хочет и так далее. Какое-то ограничение. Обращу внимание, что к нам к разговору присоединяется Леоза Атразбекова, общественный деятель. Вам добрый вечер, спасибо, что пришли, хоть и с опозданием. Как вы поняли, мы обсуждаем дело Бешимбаева. Я вначале у всех спикеров спросил, согласны ли они с приговором? То есть, вы отслеживали дело Бешимбаева? Да, безусловно, как и. То есть, вы согласны с приговором 24 года? Ну, комментировать как-либо решение. Нет, вы просто согласны, не нужно комментировать. То есть, вы как ожидали? То есть, будет меньше дадут ему лет, либо же, наоборот, будет пожизненно? То есть, вот вы, как общественный деятель, может быть, даже много общаетесь с людьми, которые, да, нужно пожизненно, или 25 это максимум, 20 лет максимум. Как вы считаете? Ну, помимо того, что общественный деятель, я еще являюсь государственным служащим с 30-летним стажем. Поэтому я вижу, что здесь судебные органы юридически все тщательно проработали, посмотрели. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, это было справедливое решение в рамках закона. Вы согласны? Насколько, да, насколько это было возможно. Как общественник, вы согласны? Как общественник, я согласна. Я считаю, что в данной ситуации, да, это оптимальное решение. Ну, за этим делом, как мы уже говорили ранее, да, следили не только в Казахстане, но далеко за его пределами, в том числе и на Западе. Массу вызвало споров, и приезжали даже к нам, да, и пытались, некоторые пытались отбелить Бешенбаева. То есть, вот, в частности, вот Наталья Грейс, да, российский коуч и телеведущая. Она, вот, кстати, высказала мнение о том, что необходимо, необходимо распределить в процентном соотношении вины каждого участника. То есть, и в какой-то момент, слушая эти заседания, я понимаю, что ненароком даже гадалка может попасть под уголовный кодекс Казахстана. То есть, насколько это было реально, вот этот вот ход? Ну, было понятно изначально, что общество негативно относится к действиям Бешенбаева, и, на мой взгляд, это была своего рода попытка поделить общественное мнение на два лагеря. Но, тем не менее, мы видим, что общество в большинстве своем, конечно, позицию Грейс не поддержало. Это, на мой взгляд. Грейс не поддержала, но адвокаты начали Бешенбаева лоббировать ту сторону в том, что гадалка ничего не сделала. Хотя ей позвонили и спросили, все ли будет, Салтанат, нормально, насколько я помню. То есть, она уверила, что да, все нормально, поэтому он скорую не вызвал. И вот из-за этого ее нужно наказать. Я правильно говорю или нет? Если вы следили за делом. Да, мы следили за делом, но тут в любом случае... То есть, Грейс ссылается на американское право, что у них бы, если при рассмотрении такого дела бы, вот процентное соотношение вины каждого участника. Нет, тут понятна просто позиция Грейс. Она просто любыми способами пытается, пыталась, по крайней мере, обелить Бешенбаева. Поэтому это... А зачем ей это нужно было? Это очень субъективная точка зрения ее, поэтому... Она же тоже психолог. То есть, это же психологический ход был такой. Да, я Грейс знаю еще, знаете, с десятых годов этого века. Она тогда занималась продвижением НЛП. И действительно, ее курсы пользуются успехом и в ближнем смысле тоже. Вот. Дело в чем? Дело в том, что как юрист, я думаю, что юридически она тоже не смогла бы это протащить, как бы навязать в эту точку зрения. Кроме того, психологически она не расслоила общество. Общество не поддалось ее уловке. А это было... Но адвокаты, тем не менее, воспользовались таким советом. Они хватались за соломиком. Ну, адвокаты просто это защита. Они брали любую основу, чтобы защитить своего подзащитного. Потому что, в любом случае, это громкий процесс, такое давление общественности. Насколько такая позиция была бы выгодна защитить? Ну, в любом случае... Пообвинить гадалку в том, что не вызвала скорую с Шенкена. В процентах отношений это равно нулю, никак не повлияло на мнение писяжных. Поэтому... Да, суд не пошел в этом направлении. Но мы же видели, что общество консолидировалось вокруг этой темы. Это тоже... Мы увидели интерес к работам судебных органов, к работе правоохранительных органов. Мы видели, какой положительный резонанс был в отношении сотрудницы прокуратуры, которая также свои позиции отставила. То есть, в целом... Нет, просто, смотрите, у нас получилось так, что общество не разделилось. Оно приняло одну сторону. И начало неким таким образом лоббировать интересы, чтобы вынесли максимально жесткий. Вам не нравится, что это было давление такое? Вот если бы это было в закрытом режиме, никто ничего бы не знал, что происходило? Нет. Я думаю, что нет, потому что тема семейно-бытового насилия... Это тема актуальная, в особенности для стран Средней Азии. Особенно, я думаю, что у нас в провинции, в регионах, тема насилия в отношении детей и женщин, оно зачастую иногда начало принимать как за норму. Поэтому люди устали терпеть беспредел, в какой бы ни было форме, в какой бы ни было сфере. Поэтому это было своего рода выражение общественного мнения в отношении семейно-бытового насилия, в отношении насилия, в отношении женщин. Поэтому здесь, я думаю, что эта тема наболела. Актуально было. Поэтому... Разрешите, да? Плюс еще, действительно, процессуальные нарушения, которые допускают органы досудивого производства, когда действительно в должной мере не защищают права потерпевших, которые обратились. Это тоже влияет на общественное мнение. И, соответственно, полагаю, что хотя бы через этот процесс все-таки мы увидим настоящее, что действительно такая проблема существует, ее необходимо прямо срочно решать. Что действительно необходимо защищать потерпевших. Ваш вопрос здесь вот. Я согласен с вами. Здесь, мне кажется, вы хотите сказать про демонизацию того или иного представителя какой-то класса или человека, который, значит, такое деяние совершил. Действительно, тема бытового насилия, она давно. Но почему-то это не вызывало такого резонанса. Мы все с ней, мы с этой темой растем. Чуть ли не с молоком на губах, так сказать. Но именно в данный момент она действительно что-то демонизировала в нас. И вот, понятное дело, я так думаю, для меня, как для психолога, вот это главный вопрос. А что в нас это все так вот сбурлило? Почему? И почему действительно эта часть общества, мы все сконсолидировались и заняли однозначно определенную какую-то сторону. Да, это вообще два. Запрос на справедливость. Вот вы до этого вначале говорил, вот спикер, что действительно мужчины не особо следили за этим процессом. Потому что для них это норма. Это и показатель, с одной стороны, действительно проблемы, что женщины в этом... Эти, может быть, просто мужчины более заняты. Да, здесь я тоже согласна с тем, что различные мнения слышим. Кто-то утверждает, что здесь больше мужчины виноваты как-то в вопросах, в конфликтных ситуациях. И кто-то говорит, что женщины... Я думаю, что всегда есть две стороны медали. То есть в целом всегда нужно это объективно смотреть и не бросаться из крайности в крайность. Но в целом мы увидели, что общество крайне нетерпимо к вопросам насилия. Особенно в отношении... Ну это хорошо. Это хорошо. Я предлагаю вернуться к нам в самое начало, где я объявлял о голосовании нашем. Попрошу вывести на экран. Вот, считаете ли вы справедливым приговор Бешимбаева? То, что вот я вас спрашиваю. Да, полностью 35%, нет, слишком суровый 20%, так тоже люди считают. Нет, надо жестче 40% и 5% не следил за процессом. Смотрите, 40 и 35, да, то есть 75%. 75% считают, что все-таки приговор либо справедлив, либо еще жестче быть. То есть пожизненное наказание. То есть можно так сказать, что вот 35 и 40% это женщины. А 20% это мужчины. Теперь самое главное, которое всех волнует. Две трети срока он отсидит и может подать на УДО. Согласие потерпевшей. Потерпевшая тоже мне не обязательно учитывается. Поэтому пока пройдет две трети, это через 16 лет. Это нужно будет стороне потерпевшей отслеживать или же ее уведомят как-то? Нет, это решает тот суд, который будет рассматривать это дело. Это будет когда еще? Это же непонятно. Через 16 лет. Да, через 16 лет. Может изменится этот, как там, закон наш в другую сторону. Мы же не знаем сейчас. Это мы не можем так прямо утвердительно сказать, что мнение потерпевшей будет спрашивать. Нет, но обязательно процессы они должны быть уведомлены, потому что мнение потерпевшей учитывается. Сейчас мы должны еще учитывать то, что все-таки закон, в смысле приговор не вступил в законную силу, и в течение двух недель его можно будет обжаловать. Насколько вероятен шанс, что все-таки это дело будет пересмотрено? Я, насколько знаю, что суды присяжных, они отличаются тем, что обжаловать очень трудно эти приговоры. Я думаю, что это маловероятно. Во-первых, потому что судья руководила процессом, насколько я знаю, руководитель коллегии по уголовным делам в целом. То есть мы видим, что здесь работал профессионал, который тщательно проверял, прорабатывал каждую точку запятую в этом деле. Безусловно, это резонансное дело, которое на контроле у главы государства. Поэтому здесь в целом, на мой взгляд, это маловероятно, что его изменят. А так, право, конечно, у них есть. Скорее всего, сторона Мишимбаева будет, наверное, обжаловать. Да, они уже сказали, что будут обжаловать, но насколько это возможно? Я полагаю, что тоже, скорее всего, оставят без изменения. Ну, мое мнение, поскольку действительно, исходя из этого процесса, буквально все нормы были соблюдены, процессуальные нарушения как таковых не было. Поэтому я полагаю, что законный и справедливый приговор и обоснованный был вынесен. Дмитрий, но вы как не юрист, но тем не менее. Тем не менее, прислушившись к юристу и читая их комментарии, я убеждаю, что все-таки суд прошел без, по крайней мере, таких вот грубых процессуальных нарушений. Поэтому шансов мало. И как же сторона суда проработала в полном объеме? Мне кажется, такие стороны защиты. Большое всем спасибо. У нас просто время уже заканчивается. В завершение хотелось бы всем напомнить, что неотвратимость наказания достигнет каждого, кто приступил к закону. Вне зависимости от его положения и социального статуса.